И всем привет, ребят, с вами Стройка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня вместе с вами мы продолжаем рассматривать наш замечательный киберспортивный танкофонд, ну и также разбирать новую информацию, которая уже появилась на сегодняшний день, связанная с новыми устройствами. На сегодняшний момент времени в нашем киберспортивном танкофонде уже есть 49 миллионов, и уже сегодня, на момент 14 числа, на момент среды, наш киберспортивный танкофонд пробьет 50, 50, мать его, миллионов. Я думаю, что эта цифра супер жесткая, супер жесткая, и если вы рады тому, что наш киберспортивный танкофонд набирает столь масштабные обороты, то обязательно поддержите данный видос лайком, ну и если вдруг до сих пор не подписаны на канал, то тоже не забывайте подписываться. Сегодня я для вас собрал много интересной информации, уже начали выдавать устройства на обзор нам, ютуберам, и на сегодняшний момент времени уже есть в, ну можно так сказать, пользовании, да, в обзорстве. Два устройства это на Скорпион, урановые снаряды и на Гром адаптивная перезарядка, но помимо этих двух замечательных устройств, у нас на Википедии появились еще новые устройства, которые можно получить как раз таки из Аркады. Сегодня мы разберем все эти устройства, постараемся чисто из теории, из Википедии для себя понять, какие устройства на сегодняшний момент времени могут быть более интересными, более жесткими, ну и вы напишите в комментариях, какое устройство на обзор вы хотели бы увидеть в первую очередь на основном канале. На сегодняшний момент времени как раз таки из киберспортивного натаков Ванда у нас есть возможность записать эти два замечательных устройства, это урановые снаряды и Гром адаптивная перезарядка, поэтому можете написать, что мне в первую очередь записать. Ну а мы для начала рассмотрим эти два устройства на Гром адаптивная перезарядка, это устройство, которое сокращает время перезарядки при попадании по врагу, то есть если вы попадаете каждый следующий выстрел, то у вас перезарядка становится все быстрее, 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 только лишь если вы промахиваетесь, тогда перезарядка у вас опять становится дефолтной, и вам опять нужно разгонять пушку за счет каждого точного четкого попадания, то есть это устройство заставляет вас не промахиваться, если вы хотите его реализовать грамотно. Ну и у него есть недостатки, это радиус промежуточного поражения взрывом, не знаю честно говоря, что это такое, ну и перезарядка становится на плюс 15%, то есть если вы будете промахиваться, то перезарядка у вас будет дольше, чем у обычного дефолтного грамма. Дальше мы посмотрим на устройство на Скорпион, которое появилось у нас и которое у нас есть как раз таки в танкофанде. Это устройство урановые снаряды, устройство, которое имеет два преимущества, это максимальное число рикошетов, то есть от стеночки у вас есть возможность рикошетить с этим устройством на Скорпион, ну и также есть угол рикошета снаряда, но он всего лишь 5 градусов. Что значит 5 градусов? Ну, наверное, это плюс-минус такой же самый угол, как у смоки с прорезиненными снарядами, да, плюс-минус такой же самый угол. При этом радиус начального снижения сплэш-урона 2 метра, радиус сплэш-урона 12, 12, чтобы вы понимали, это плюс-минус, ну, наверное, длина танка, наверное, то есть полтора танка расстояние будет сплэшить, полтора танка, и то даже может быть меньше, то есть если два танка будут стоять рядом, они сплэш-урон будут получать, если чуть-чуть дальше, то уже все, да, то есть если рядом стоят, получаешь, рядом не стоят, не получаешь. Ну и при этом еще шанс критического урона 1%. В целом, я думаю, что, наверное, это устройство, ну, на бумаге выглядит не супер жестко, а вот что будет в бою, и насколько будет его легко и тяжело реализовать, мы, я думаю, что посмотрим. Дальше у нас есть два, а может быть даже три устройства, которых еще на сегодняшний момент времени вообще никто не видел. Первое, это устройство снаряды нанотек на гром, это устройство, которое дает возможность на громе лечить союзные танки. Союзные танки, боже! Я никогда не думал, что на громе может появиться такое устройство, но вот видите, оно уже совсем скоро будет у одной из фракций из Аркады. Выстрелы, попадающие в союзные танки, восстанавливают их здоровье на то же количество ХП, которое было бы нанесено в случае попадания по вражескому танку. При этом сила удара отсутствует и критический урон отсутствует. То есть, грубо говоря, у вас есть гром с дефолтными настройками, но при этом он может лечить тиммейтов. И при этом, я так понимаю, что он может лечить тиммейтов со сплэшом. То есть, вы можете стрелять в кучу своих тиммейтов сразу, да, либо, например, вжевать овердрайв на викинге своих тиммейтов и просто дубасить по всем. И при этом всем давать лечение. Ну, на бумаге выглядит прикольно, как минимум. Но, насколько это будет эффективно, фиг его знает. В принципе, наверное, если шафт с лечением является актуальным устройством, то и гром с лечением будет тоже очень и очень неплох. Дальше у нас есть устройство на Скорпион. Это два, если я не ошибаюсь, новых устройства. Это пусковая установка Смерч. Это устройство, которое в своем залпе имеет 16 ракет. Чтоб вы понимали, у дефолтного страйкера... Сколько их всего? Стая. У дефолтного страйкера, если я не ошибаюсь, их 10. Если я не ошибаюсь. Потому что у нас 100,8. В рои вообще 6. Да, вроде, если я не ошибаюсь, то... У дефолтного 10. Но здесь 16. 16. Перезарядка залпа минус 75%. То есть он еще и перезаряжается быстро. Время восстановления наведения плюс 30%. То есть еще и наводка быстроработающая. И если вы сбиваете как раз-таки прицел, да, то есть, например, оттягиваете от цели, то он быстро восстанавливает еще дополнительно. Радиус промежуточного поражения взрывов ракет 10 метров. И предельный радиус поражения взрывом ракет 5 метров. То есть еще и сплэш у этих ракет есть. Прикольно. При этом перезарядка аркадного выстрела плюс 25. Пауза между ракетами в залпе плюс 30. То есть ракеты летят не супер быстро. В плане вылета одной за другой. Да. Но хотя я думаю, что там особо сильно не будет это чувствоваться, потому что у Скорпиона и так в сводке ракеты быстро летели. Супер, да. Сейчас они будут чуть-чуть медленнее. И при этом у вас всего лишь перезарядка аркадного выстрела плюс 25%. Если у вас есть быстрая сводка, да, то есть, если у вас быстрая перезарядка залпа, она 75%. То есть, грубо говоря, у вас, если у дефолтного Скорпиона перезарядка 20 секунд, то у этого Скорпиона будет перезарядка 5 секунд в залпе. Да, то есть вы каждые 5 секунд можете сводиться по противнику. Каждые 5 секунд. То есть это на большой карте, на хорошем расстоянии. Каждые 5 секунд вы можете просто выбирать цель и делать сводку. И это стабильный плюс килл. А если это, например, какая-то осада, если здесь написано, что еще эти снаряды как раз-таки со сплэш урона, то у вас есть возможность еще и, как говорится, сплэшануть неплохо. Прикольно, прикольно, прикольно. Я думаю, что вот это устройство будет очень неплохим на больших картах, где можно как раз-таки потянуть на расстояние и дать контентовую сводочку. Так, и еще два устройства у нас осталось. Первое устройство это, вернее, еще одно устройство на Скорпион. Пусковая установка Дживелин. Это устройство, которое в своем залпе имеет 4 ракеты. Перезарядка залпа минус 50, наводка минус 50. Минимальная скорость ракеты плюс 300. Максимальная плюс 100. Угловая скорость ракеты плюс 400. Время ускорения ракеты минус 75. Пауза между ракетами в залпе плюс 30. То есть, пауза между ракетами такая же самая, как и у Смерча. Но при этом, при этом, за счет этих углов, да, грубо говоря, у вас есть 4 ракеты, которые железно залетают через даже стенки, я так понимаю. Да, если угол 400%, это должна лететь прям сверху. Ну, по идее, да, по идее, через дома должны залетать эти ракеты. И при этом у них быстрая перезарядка. То есть, тоже вы можете работать с водкой, которая при этом все в раскладе. 10 секунд, каждые 10 секунд. Нету аркад, никакого нерфа аркады. То есть, у вас есть возможность играть аркады, и есть возможность играть с водкой, с 4 залпами, которые залетают железно через все. Но они летят на, я так понимаю, большом расстоянии. Да, то есть, здесь ничего не написано про расстояние и то, что оно может работать на небольшой дистанции. Хотя, если честно, то здесь на рои тоже такого не написано ничего. Да? Петтина только в ближнем бою написана, а вот здесь написано лишь что-то про эффективность. Высокоскоростная, высокоточная ракетная установка. Огромная скорость в сочетании с потрясающей маневренностью позволяет ракетам поражать даже самые быстрые цели с воздуха за считанные секунды. Однако, требуемые доработки рулей ракет занимают больше места, поэтому за залп запускается меньше ракет. Нет, ну, по идее, значит, здесь оно будет работать именно на том же самом дефолтном расстоянии, на большом, только есть возможность поражения за домом и за какими-то другими дополнительными ограждениями. То есть, у вас есть возможность точно попасть по противнику за стеной. Ну и последнее устройство на сегодняшний момент времени, который у нас есть на Википедии, это Скорпион с Пульсаром. В принципе, как работает Пульсар, вы и так знаете. Критический урон у него понижен на 90%, шанс крита на 30%, ну и при этом каждый критический выстрел накладывает все статус-эффекты и пока что даже не написано на сколько секунд. Это все дело работает. Но в любом случае Пульсар, как и на другие устройства, если, вернее, на другие пушки, если вылетает в хорошем количестве, да, то он будет всегда эффективен. Ну, либо же, если его использовать, например, с тем же Диктатором, но с Диктатором, при том, что критический урон понерфлен, ну, наверное, особо сильно актуальности не будет, да. То есть, это будет актуально на, ну, наверное, обычных корпусах по типу там Викинга, какого-нибудь Ареса, если крит будет вылетать часто, да. Здесь шанс крита минус 30%. Ну, в теории, если будет хорошо лететь, то есть шанс, что это будет устройство работать. Но в любом случае, наверное, Пульсар на Скорпион на сегодняшний момент времени, это не самое интересное устройство из тех, на которые мы сегодня смотрели. Напишите, какое устройство вам понравилось из всего этого обзора, из того, что вы прочитали. Также напишите, какое устройство вы бы хотели бы видеть первым на обзоре. Урановые снаряды, адаптивная перезарядочка. Напишите, будет очень интересно почитать, что вы выберете и что мне нужно быстрее, прямо быстрее, может быть, даже сегодня, через уже каких-то пару часиков, затестировать и выложить на канал. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и также не забывайте про текст создателя контента, который находится в настроечках нашей игры, в аккаунтике, там, снизу. Мой личный так, это тактимп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрыше есть в описании. А у меня, друзья, на этом все. Вот такой вот видос у нас сегодня получился. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.